Девушки отдыхают Тетя Синь, что это за паршивая идея? Праведный человек не боится тени. Чудянин, это была твоя вина. Ты здесь, чтобы извиниться. Не бойся. Джоу Сяушань. Джоу Сяушань. Я… Интересно, что тебе сказала Дзя Синь? Я пришла сказать тебе, что… Мне жаль. Джоу Сяушань. Джоу Сяушань. Джоу Сяушань. Субтитры подогнал «Симон» 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 Тогда мы помирились, значит? Вроде того. Я думаю, что в этом мире, если я не захочу тебя, то никто другой не захочет. Считай, я делаю доброе дело. Я прощаю тебя. Ты сказал, что хотел мне кое-что рассказать. Что это? Ты знаешь, что я хочу сказать. Ты слишком много думаешь. Иди сюда. Что ты хочешь мне сказать? Давай с тобой сыграем в игру. Мы будем играть в игру? Да. Конечно. Я поиграю с тобой. Если ты проиграешь, то будешь наказан. Наказан? И как же это? Как насчёт такого? Проигравшему рисуем смешное лицо. Ладно. На это я соглашусь. Начнём. Начнём. Дзянь, ты где этому научилась? Мой джойстик сломан. Он не работает. А ты довольно хороша. Эй! Подрезать вообще-то не честно. Я врезался. Чёрт! Да, я победила! Ес! Мой джойстик не работал. Нет, нет. Ставка есть ставка. Ты серьёзно? Конечно. Не подходи. Да он смывается. Ага, конечно. Всё нормально. Если не смоется, пойдёшь на работу так. Нет, 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 нет. Отстань от меня. Иди сюда, Джо Саушань. Ты действительно думаешь, что я тебе проиграл? Я же поддавался. Правда? Я хотел подбодрить. Мне всё равно. Я хочу нарисовать тебе монобровь. Иди сюда. Девушки отдыхают. Дьянин! Эй! Какое совпадение! Пойдём вместе! Конечно. Ах... Эй! А ты не знаешь? Вчера был слышен женский смех из квартиры Джоу Саушаня. Он был такой... Ну знаешь, такой сексуальный и привлекательный. Это что, девушка Саушаня? У Джоу Саушаня есть девушка? Я не знаю об этом. Джоу Саушань обычно тихий и спокойный. Но он привёл свою девушку к себе. Должно быть, прошлой ночью было очень горячо. Эй, Дьянин, почему ты так краснеешь? Оу, немного жарко. Жарко? Может ли быть его девушка из нашей лаборатории? Это вполне возможно. Он так занят экспериментами. У него нет времени на свидание. Как ты думаешь, кто это? Я думаю, это Хо Сыин из административного отдела. Почему она? Она соблазнительная. Джоу Саушаня выглядит таким холодным, но у него доброе сердце. Он предпочёл бы такое соблазнительное, но знаешь... Утречка. Доброе утро. Что в этом утре такого весёлого? Ничего. Мы говорили о том, какой тип девушек тебе нравится. А по-твоему, какая девушка мне подходит? Это сказала Джунджань. Ты кажешься холодным, но у тебя доброе сердце. И ты бы предпочёл соблазнительную фигуру. Соблазнительную. Малия. После стольких дней, касательно того, что ты сказала мне в прошлый раз, я поняла кое-что. Происхождение каждого человека предопределено, мы не можем сами выбирать. Я хочу извиниться перед тобой. Я не должна была сомневаться в тебе. Ты была так добра ко мне. Я не хочу тебя потерять. Ты думаешь, я хорошо к тебе отношусь? Угу. В последние несколько дней я думала обо всём, что произошло. С первой нашей встречи до сегодняшнего дня. Ты хорошо заботилась обо мне на занятиях, и после занятий тоже. Для меня ты ещё одна сестра. Ты даёшь мне чувство безопасности. Я так-то должен извиниться. Я не должна была скрывать это от тебя. Тогда мы помирились, да? Это не значит, что мы расставались. Ты права. Не похоже, что это что-то серьёзное? Знаешь, Мали, на самом деле, тебе не стоит волноваться, что тетя Дианин украдёт у тебя твоего брата. Она не такая мелочная. Даже несмотря на то, что он парень Дианин, он всё ещё твой брат. Я беспокоюсь, что твоя сестра негативно настроена против меня. Вообще-то, у нас с Тю Дианин разные мамы. И сколько я себя помню, моя мама всегда сравнивала меня с ней. Она хотела, чтобы я была лучше и умнее её, чтобы папа любил меня больше. Но, что бы я ни делала, моя мама думала, что папа любит больше Дианин. Однажды я плохо сдала экзамены. Тю Дианин заняла первое место на городском конкурсе по математике. Моя мама была так зла, что побила меня. Ты была довольно жалкой. Да уж, так все говорят. Но Тю Дианин сказала моей маме, что она не думает, что я отбираю у неё папину любовь. После моего рождения у неё появился ещё один человек, которому можно дарить любовь. Мали, вот что я хочу сказать тебе. Тебе правда не стоит переживать, что Тю Дианин украдёт твоего брата. Наоборот, у тебя может появиться старшая сестра. Ты обретёшь хорошего друга. Друга? Меня. Тебе не нужен такой милый, невинный, нежный друг? Я же очень полезная вообще-то. Если у тебя простуда, грипп или кашель, тебе не нужно идти в больницу, ты можешь просто позвонить мне. Если тебе станет грустно, ты сможешь прийти ко мне. Если ты захочешь пожаловаться на Тю Дианин, приходи ко мне, но не переходи на личности. Ладно, лапша готова, давай есть. Пахнет вкусно. Боже, какой сильный дождь. Что нам теперь делать? Почему бы нам не подождать, пока он закончится? Я не могу, у меня занятия позже. Мали, ты такая милая. Я наконец нашла твою слабость. Обычно ты ничего не боишься. Я не думала, что ты можешь бояться Грома. Я не боюсь. Вружка, я видела, как ты закрыла уши, когда раздался Гром. Не волнуйся, я не буду смеяться над тобой. Говорю тебе, я не боюсь. Так лучше. Я тоже пугалась Грома, когда была ребенком. Позже я обнаружила, что не боюсь его, когда слушаю музыку. Э, закрой глаза. Ну, закрой глаза. Представь окружающую среду с помощью музыки. Голубое небо, белые облака, морской берег. Они прекрасны. Мали. А? Прости. Ты такая сильная. О чем задумалась? Дождь закончился, пойдем. Хорошо. Красивая музыка. Пойдем. Дзя Синь, как называется эта песня, которую ты давала мне послушать? Лунный свет. Разве она не прекрасна? Лунный свет. Лунный свет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наша формула работает на всех раковых мышах. Это отлично. Теперь отчёт. А я организую клинические испытания. Хорошо. Кстати, так как формула работает, подай заявку на патент. Хорошо. Мне нужно обсудить с вами ещё один вопрос. Конечно. Можем ли мы сменить ключ доступа? Зачем? Когда мы проводили заключительный эксперимент, в данных группы раковых мышей наблюдалась аномалия. В чём проблема? Это экспериментальное заражение, но просто на всякий случай. Я думаю, мы должны изменить ключ. Просто на всякий случай. Ладно. Сделаем это. Хорошо. С ума сошёл. Да кто ты такой, чтобы останавливать меня? Продолжай. Может, мне подвезти тебя? Я удалю твой файл, если ты уйдёшь. Зачем ты это делаешь? Вся команда писала его. Я не вынесу, если кто-то так неожиданно выйдет замуж. Да какое тебе дело? Выхожу я замуж или нет? В чём твоя проблема? Никаких проблем. Иди, а я удалю твой файл. Джанин, Джунджань собиралась на свидание вслепую. Джан Юни отпустил её, а потом они поссорились. Джунджань, ты идёшь на свидание вслепую? Чем тебе не нравится, что она идёт на свидание вслепую? Джанин, наш отчёт не окончен. Личные дела не должны мешать работе. Да я… На что вы смотрите? Возвращайтесь к работе. Ты тоже. Пойдём со мной. Джанин, мне очень жаль, но я закончу отчёт сегодня вечером. Не волнуйся, отчёт не имеет значения. Я не хотела идти. Но моя семья организовала для меня это свидание. Мой отец очень болен. И я просто соглашаюсь с тем, чего он хочет, лишь бы он был счастлив. Я понимаю твоё положение. Но мне нужно кое-что тебе сказать. Любовь очень похожа на науку. Знаешь, иногда так долго ищешь ответы, но не можешь найти. Если ты просто обернёшься, рядом с тобой может оказаться нужный парень. Я не понимаю… Я имею в виду… Иногда тебе следует оглядываться вокруг. Оглядываться вокруг? Ты имеешь в виду нашу лабораторию? Ой. Сун Лэ и Сяо Сяо официально встречаются. Сяо Джан и Сяо Ван такие навязчивые. А, ещё Джоу Сяо Шань. Так он вообще айсберг? Не, ни в коем случае. Ты пропустила одного. Кого это? Джан Юй. Джан Юй? И его? Да ни в коем случае. Ты думаешь, что он всегда придирается к тебе? Он презирает меня, я уверена. Ты действительно так думаешь? Да. Обычно он очень тихий. Но он гордый. Его родители профессоры. И он очень образован. Он красивый, конечно, но я… Ах, теперь, когда ты рассказала, я думаю, что Джан Юй действительно выдающийся. Почему бы тебе не подумать о нём? Да ну нет, мы несовместимы. Дянин, не будь Купидоном, я прошу тебя. Почему? Мне почти тридцать. Моя внешность шесть из десяти. Я из маленького городка. Маловероятно, что он влюбится в меня. Джун Джань. На самом деле, внешность не главное. Главное, как ты относишься к нему. Вот именно. Я ненавижу его. А он ненавидит меня. И это взаимно. Тогда иди и готовься к своему свиданию вслепое. Джан Юй. Я с ним разберусь. А сделай прямую трансляцию сегодня вечером. Ага. Мы будем присматривать за тобой. Хорошо. Тогда я пойду. Что думаешь? Я думаю, у них есть шанс. Жаль, но никто не пошёл на компромисс. Надо их просто подтолкнуть. Ты хочешь свести их? Угу. Послушай. Внешность – это сила. На этот раз всё получится. Я смогу. Я смогу. Угу. Так. Поехали. Я Arc't 院. Не уходите домой после работы. Джунжань сказала, что выйдет в прямой эфир. Хорошо. Джан Юй, домой не идёшь? Да, мне нужно ещё найти кое-какую информацию. Тунмо, сколько свиданий вслепую Джунжань посетила? Это уже сто первый раз. Я помню, как Джунжань говорила, что если её последнее свидание вслепую не сложится, она вернётся в свой родной город, верно? Здорово. Больше не надо её терпеть. Дэниэл У. Я иду. Дэниэл У. Дэниэл У. Прошу прощения. Здравствуйте. Ли Чунжань, верно? У. Дэниэл У. Вы? Ну, присаживайтесь. Отлично. Это он? Джунжань сказала, что выйдет замуж за кого-то вроде Дэниэла У. Лысый мужчина. Давайте посмотрим, справится ли она. Ага. Верно? Он такой стиляга, и голова блестит. Давайте вернёмся к работе. А, давайте это. Хорошо. Так, вас зовут Хэ Вэньсянь? М-м-м. Я думала, вы Дэниэл У, когда увидела фотографию. Ты права. Это фотография Дэниэла У. Зачем вы прислали фотографию знаменитости вместо вашей? Хе-хе. Обычно. Я не фотографируюсь. Я... Я случайно увидел, что он похож на меня. Вот и отправил. Похож на вас? Да. Эм... Давайте к делу. Послушайте. Когда Сваха рассказала мне о вашей ситуации, я не хотел приходить. Господин Хэ, вы весьма откровенны. Должен сказать, что это одно из моих хороших качеств. В этом городе у меня есть дом, машина и реестр домовладений. Что насчёт вас? Вам тридцать. Ещё и недостаточно красивы. С вами всё в порядке? Угу. Я... Я в порядке. Господин Хэ, раз уж вы отказываетесь, я думаю, давайте забудем об этом, хорошо? А-а-а! Не уходите! Дайте закончить. Я слышал, что вероятно 70%, что дети наследуют свой IQ от матери. Так, ради моего сына у меня должна быть высокообразованная жена. Да с чего вы взяли, что у вас будет сын? Я буду с вами честен. Каждый мужчина хочет сына. Я очень занята, мне пора идти. А? Куда вы всё спешите? Что не так? Послушайте, как только мы ступим в брак, вам следует уйти с работы. Просто сидите дома и готовьтесь к беременности. Я слышал, что в вашей лаборатории много радиации. Это опасно для будущего ребёнка. После рождения нашего сына просто оставайтесь дома в качестве жены. Ну? Господин Хэ, зачем вы выдумываете? Я буду откровенна. Я не думаю, что мы подходим друг к другу. Не стоит себе недооценивать. Да, вы не идеальны. Но мы же всё равно хорошая пара. Но вы мне не нравитесь. Совсем не нравитесь. Вы что, шутите? У меня есть дом, машина, реестр домовладений. И я вам не нравлюсь? Послушайте, правду говорят. Женщины вспыльчивы и претенциозны. Ты такая милая, когда ведёшь себя так. Это мило. Вы? Вы что делаете? Я показываю вам, какая я милая. Сумасшедший. Вы? Алло, мам. Джун Джань. Как господин Хэ? Мы познакомились. Послушай, что касается господина Хэ, мы с твоим отцом им довольны. Если у вас всё получится, мы обоснуемся в Цянь-Джене. Мам, я хочу познакомиться с другими. С кем ещё? Сваха сказала мне, что господин Хэ особенно ценит образование. Его больше ничего не волнует. Воспользуйся этой возможностью палать с ним. Мам, как дела у папы? О, как раз хотела тебе сказать. У твоего отца, как он услышал, что ты встречишься с господином Хэ, давление снизилось. Мам, мне пора идти. Хорошо, хорошо. Когда она вернётся, не отчитывай её и не дразни. Это нехорошо. Ты вернулась? Ага. Джун Джань, ты вернулась? Как всё прошло? Да, всё нормально, нормально. Правда? Ты закончила так рано. Он был заинтересован в тебе. Тебе-то что? Он был так увлечён мной. Доктор Ли Чун Джань, ты, видимо, меня неправильно поняла. Замужество – важная вещь. Тебе нужно быть осторожной. А то останешься одна. Не выбрав, в кого попало. Джан Юй, это слишком. На что ты намекаешь? Я что, страшная? Нет, я беспокоюсь, что ты никому не нужна. Скажи это ещё раз. Не-не-не-не-не-не-не-не. Прибереги это для твоих свиданий. Не нужно меня убивать. Джан Юй, чем я тебя обидела? Ты придираешься ко мне с тех пор, как я здесь. Я признаю, я некрасивая, я толстая, я много ем, у меня дурной характер. Но какое из моих недостатков тебя беспокоит? Да кто ты такой, чтобы поступать так? Джун Джань, не злись. Джан Юй просто пошутил, он не хотел. Джан Юй, не объясняйся от его имени, с меня хватит. Ты всегда говоришь, что я в отчаянии. Ты думаешь, я этого хочу? Я не такая, как ты. Ты из большого города. Твои родители не уговаривают тебя жениться. А я, мне 30. Мне 30 лет, и я всё ещё одинока. В моём родном городе за моей спиной шепчутся. Но мы ведь не смотрим на тебя с высока. Ты знаешь, каково это? Не знаю. Тогда почему ты всегда придираешься ко мне? В нашей лаборатории столько девушек. Ты дразнишь меня каждый день. Почему, скажи мне? Почему? Джун Джань, всё в порядке. Не сердись на него, не стоя того. Не сердись. Отчёт. Какой отчёт? Не обязательно сдавать его сегодня, иди домой. Сумка. Джун Джань, сумка. Джан Юй, пошли со мной. Иди. Если она тебе нравится, просто скажи. А? Кто мне нравится? Думаешь, я не вижу? Нет. Ты хочешь сказать, что мне нравится лично Джань? Я? Я не болен. Ты только что признался, верно? Да не нравится она мне? Ты чего пристал вообще? Джан Юй, послушай. Когда мальчик цепляется к мальчику, значит, он его ненавидит. А если пристаёт к девочке, значит, выбирает ту, что нравится. Даже если мальчик станет мужчиной, это не изменится. Мы оба мужчины. Тебе меня не одурачить. Мне просто нравится к ней приставать. Это весело. Она мне не нравится. Ты лучше других знаешь, нравится она тебе или нет. Подумай об этом. Не жди того дня, когда станет поздно. Используй момент. Договорились? Да, 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 да. Разговор закончен. Как прошло? Он упрям. Не волнуйся. Дай ему время прийти в себя. Угу. Соответствующие отчёты о применении План-О в клинических испытаниях. План-О? Почему звучит так знакомо? Ты что, не помнишь? О-о-о. Это проект моей сестры. Доктор Цинь, что ты делаешь? План-О хороший проект. Я думаю, мы можем работать вместе. Но несколько дней назад на собрании нашего отдела разве мы не решили работать с Нортон? Эй, Чи Цзи Синь, с какого момента ты имеешь право голоса в решении руководителей? Тьфу, почему ты такой самонадеянный? Это просто вопрос времени. Каждое новое поколение превосходит предыдущее. Я моложе, а значит лучше. Ха. Хорошо. На этом сегодня всё. Возвращайтесь к работе. А, доктор Чинь, постойте. Я хотел бы кое-что с вами обсудить. А, тогда присаживайтесь. Спасибо. Доктор Чинь, разве помимо Нортон не рассматривался проект в анцитяне План-О для проведения клинических испытаний? Да. Вы ведь выбрали Нортон, верно? Ты не согласен? Вы давно меня знаете. Я буду честен. На самом деле, я выбрал бы План-О. Противоопухолевый препарат Нортон является более точной версией. Его экспериментальный показатель крайне высок. Очевидно, что по этой причине План-О нам не подходит. Однако я думаю, что недостатки План-О могут быть причиной нашего выбора. Расскажи о чём ты. Цель План-О – найти биологическую цепь. Он нацелен на теломеразу раковых клеток. Да, это смелое предположение. Но они уже перешли на стадии испытаний на животных. Судя по информации, которую я получил, их испытания очень эффективны. За границей есть исследователь по имени Гарри. Его команда работает над аналогичным подходом. Но их прогресс гораздо меньше, чем у План-О. Допустим, Нортон окажется успешным. Оно правда даст людям выбор. Но если План-О окажется успешным, это будет революцией. Циньбинь, я понимаю, что ты имеешь в виду, но я не возлагаю надежд на План-О. Есть ещё одна важная причина, по которой мы должны выбрать План-О. Смотрите. Касаемо Нортон, аналитики прогнозируют, что его конечная цена будет 400-700 тысяч долларов. Возьмём минимум в 400 тысяч долларов. Это значит, что каждому пациенту придётся заплатить более 2 миллионов юаней. Сколько семей могут позволить себе такое дорогое лекарство? С другой стороны, План-О разрабатывается как противораковый препарат для широкой аудитории. Очевидно, он может дать надежду даже тем, у кого нет денег. Циньбинь, лично я согласен с тобой. Но учитывая исследовательские фонды, которые предлагает Нортон, они в три раза больше, чем у План-О. Другие коллеги могут не согласиться с нашим выбором. Я понимаю. Как насчёт? Я расскажу коллегам, почему это правильное решение. Кроме того, я напишу отчёт о План-О. Что думаете? Тогда хорошо. Спасибо, доктор Чень. Где он? Кто? Циньбинь. Я не знаю, а что? Чёртов сумасшедший. Что с ним опять? Он отказался от Нортон, чтобы выбрать План-О в качестве наших партнёров для испытаний. Весь отдел взбешён. Почему? Фонды Нортон в три раза превышают План-О. Остальным, в отличие от Циньбиня, не всё равно на деньги. Твоя сестра соблазнила его? Да ни за что. Моя сестра не такая. Кроме того, она уже давно не видела доктора Циньбиня. Этот дурак. Должно быть слишком сильно ей увлечён. Это так серьёзно? Ещё как. Доктор Чень скоро получит повышение, и его должность станет свободной. Сейчас в отделении онкологии только два зама. Доктор Цинь и доктор Цянь. У доктора Циня было преимущество, но он сделал это и потерял своих сторонников. А если План-О не сработает, то и у руководителя возникнут вопросы. Всё ещё считаешь, что он не сумасшедший? Если это так серьёзно... Иди уже, промой ему мозги. Хорошо, хорошо. Аж живот прихватило. Наставник, почему ты здесь? Без причины. Доктор Цинь, я слышала, что ты убедил доктора Чень отказаться от Нортон и выбрать проект моей сестры. Верно. Я не сказал, что твои действия повлияют на твою карьеру. Не слушай его чепуху. Что у меня за карьера? Но получу повышение, и буду зарабатывать больше денег. Тогда мне все будут завидовать. Доктор Цинь, плохо быть преданным. Но моя сестра и себя уши не хорошо поладили. У тебя действительно нет шанса. А что, если я это сделал? Не из-за твоей сестры? А если нет, то почему? Да, признаю. У меня ещё есть чувства к ней. Но я не позволю своим чувствам повлиять на работу. Мой папа, мой дедушка и его дедушка все были врачами. Но на самом деле это был мой выбор. Стать настоящим врачом. И оказывается, эта работа действительно мне подходит. Доктор Цинь, перестань быть таким паинькой. Ты понятия не имеешь, сколько людей хотят родиться в такой семье, как твоя. Да. Поэтому, Цзи Синь, я всегда начеку, боясь, что совершу ошибку. Время идёт, а я чувствую себя опустошённым. Я занят каждый день, но когда я прихожу домой, я даже не помню, чем был занят. Я чувствую себя неважно. Ты недостаточно устал. Дело не в усталости. Знаешь, Цзи Синь, с тех пор, как я встретил твою сестру, я заметил одну проблему. Я действительно не думал, каковы мои амбиции и цели в качестве врача. Зарабатывать на жизнь? Нет. Приходить каждый день и выписывать лекарства пациентам? Нет. Чтобы сделать хорошую репутацию? Точно нет. Посмотри на пациентов. Каждый день они страдают от невыносимой боли. Это ужасно. Как мы можем принимать вещи такими, какие они есть? Как мы можем стоять на месте, когда ещё множество болезней неизлечимы? Мы должны дать им надежду. Вот настоящая причина, по которой я выбрал плану. Я хочу дать надежду своим пациентам. Для развития человечества я хочу внести свой скромный вклад. Почему ты так на меня смотришь? Твой наставник Крут, да? Я всегда был классным. Просто обычно не говорю таких речей. Доктор Цинь, я думаю, что ты... Просто похвали меня. Ты можешь использовать любое слово. Доктор Цинь, ты лучшее животное, которое я встречала. Используй любое. Доктор Цинь. Да? Я думаю, что ты бесстыдный. Ты... Ты оправдал свою причину таким праведным образом. Ну, а хотя бы комплимент сделать. Не собираюсь. Малявка, я тебе ещё припомню. Что такое? Кажется, я действительно считаю Тюзя Синь своей подругой. Тебя это пугает? Да. Моли. В тот момент, когда ты сделаешь шаг и приблизишься к ней, это будет неизбежно. Но я не понимаю. Я никогда не была такой до этого. Ты не должна понимать. Просто наслаждайся этим моментом. Наслаждаться. Верно. Просто наслаждайся, что ты нормальная. И испытываешь подобные эмоции. Наслаждайся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...